Дальше мы грозные Концертная программа начинается уже в фойе Дворца культуры. Здесь для зрителей организовали целый исторический экскурс. Помимо военных песен были и тематические площадки. К примеру, все желающие могли переместиться во времена Великой Отечественной. Землянка, Вторая мировая война, ППШ, кружки, все как положено. Кроме антикварного оружия были и экземпляры, которые используют сегодня. Можно было разобрать и собрать автомат Калашникова и пистолет Макарова. Вспомнить героев всех военных кампаний с участием алтайских солдат. Такую цель ставили организаторы концерта. 23 года назад, во времена Второй Чеченской кампании, десантники 6-й роты сдерживали более полутора тысяч боевиков в Аргунском ущелье на пути к Дагестану. Вспоминали также и других героев. К примеру, летчика Константина Павлюкова, который во время афганской войны сражался до последнего, когда его самолет сбили. Подвиг Кости, ну он был тихий, спокойный мальчик. Вот слава у нас, он как-то боевой, мог за собой повести. А этот тихий, спокойный, и вдруг подвиг. Мы даже не верили. Герой России Владимир Шаманов уверен, что такие мероприятия нужны не только, чтобы чтить память. Они и поддержат бойцов в зоне СВО, и помогут воспитать патриотизм у подрастающего поколения. Молодежь должна быть мотивирована на патриотизм, на любовь к профессии, на любовь к своей семье, к своим учителям, нашей великой России. Жемчужной выступлением стала новая песня алтайского музыканта Евгения Росса «За ВДВ». Ее исполнение от Александра Рухадзе зрители даже снимали на телефоны. Данил Кузнецов, Александр Антропов. День с толком. День с толком.